Да, все, запись пошла. Ну что, ребята, всем привет. Вижу, у нас уже достаточно много на эфире. Настя, привет, спасибо за твое время, за твои знания, которыми ты сегодня поделишься, собственно, и, ну, понятно, за то время, которое мы готовились к эфиру, да, мы там как раз созванивались, обсуждали как раз темы, там некий такой брейншторм был. А тема звучит очень-очень-очень широко у нас сегодня, да, это как найти работу, как получить заветный оффер, как найти работу мечты, почему-то вот слово мечта и работа очень часто как-то в последнее время сочетаются. И, ну, для начала можешь, пожалуйста, представиться, кто ты, чем ты занимаешься, да, и вообще в целом, как ты дошла до такой жизни? Да, ребят, всем привет, с кем мы не знакомы, потому что здесь могут быть и слушатели с моего телеграм-канала и с моего LinkedIn, а с кем не знакомы, я бизнес-психолог, карьерный психолог и коуч. По сути, я тот человек, который помогает людям решать их карьерные проблемы и сложности с точки зрения психологической составляющей, да. То есть ко мне в основном приходят люди, которые находятся на стадии выгорания, ко мне приходят люди, которые находятся на стадии какого-то карьерного кризиса, то есть я не понимаю, куда мне двигаться дальше, либо у меня ушла мотивация, что делать, я не уверен в себе, я не могу вырасти, что делать, я не могу пробить финансовый поток, что делать и так далее. То есть вот все эти вещи связаны с самооценкой, связаны с нашим эмоциональным опытом в работе. То есть когда вот на этом этапе сбоит, в общем, я с этим помогаю помочь. Вот, и здесь, наверное, я тоже уточню, собственно, почему я появилась здесь, как ты, Ваня, спросил, как я дошла до жизни такой, что я на эфире поиск работы. А дошла я очень просто. Я, ну, у меня HR-ская карьера, то есть вся моя предыдущая карьера она в HR, в IT-компаниях, плюс я давно занималась рекрутментом, то есть для меня вообще поиск работы – это что-то из моего опыта, да, и не только как кандидата, но и как человека по той стороне, да, который тоже участвовал в этом процессе и выстраивал, ну, кроме этого, даже выстраивал процессы найма. И сейчас, в данный момент, работая уже в роли бизнес-психолога, я много, ну, как бы, веду клиентов и с точки зрения менторинга и наставничества, касаемо именно поиска работы. То есть ко мне приходят люди, которые вот испытывают с этим трудности, но там скорее запрос, знаете, не про то, типа, а что мне конкретно написать в резюме или еще что-то, а запрос именно на работу с самооценкой, на работу с уверенностью и на работу с пониманием, а куда мне вообще дальше идти. Вот, но с запросом на корректировку резюме ко мне тоже приходит, но вот какой момент, я заметила, мы вот как раз с Ваней это обсуждали, я не знаю, когда, Ваня, мы с тобой это обсуждали, наверное, несколько недель назад, ну, Ваня больше работает с точки зрения хардов, да, то есть какие рынки, вот как LinkedIn нужно, да, выстроить работу с ним, я больше как психолог работаю. И мы как-то с Ваней созванивались, и мы оба пришли к такому пониманию, что люди все равно по большей части испытывают проблемы и сложности с поиском работы, которые вот где-то на уровне все-таки психологических моментов. Вот, то есть даже когда там есть какие-то сложности, понятно, что надо знать, как писать резюме, надо знать, как проходить собеседование, обладать вот этими хардами, это тоже важно, то есть это не менее важно. Но по своей работе я вижу, что люди, ну, как бы, они спотыкаются не от того, что они не знают, как это делать правильно, они очень часто спотыкаются об то, что они знают, как делать правильно, но не могут. Не могут, потому что, там, я не знаю, они обесценивают свой опыт, потому что они пытаются спрятать свои сильные стороны. Вот у меня недавно был такой кейс с клиенткой, да, мы с ней работали касаемо резюме. Вот, казалось бы, да, запрос простой, да, то есть надо сесть и помочь человеку написать резюме. Сели, начинаем писать резюме, и в чем там сложность? То есть я смотрю на резюме клиентки, и я вижу, что я не понимаю ее резюме, то есть я прям вижу по ее резюме, что она абсолютно все свои сильные качества и все свои достижения, и все то классное, что она мне рассказывала, как она это делала, и чем она там занималась, куда она хочет пойти, этого всего в резюме вообще нет. И я у нее спрашиваю, подожди, почему вот ты мне только что рассказываешь, какая ты классная, что ты там делала, да, что для тебя важно, то есть что ты сама считаешь важным, почему этого нет в резюме, почему ты это прячешь? То есть вот я прям по резюме вижу, что человек прячет это, то есть, и мы с ней вот всю сессию работали на тему того, что, а как себе вообще разрешить в резюме, да, ну, то есть это какие-то очень банальные вещи, может быть, я говорю, и вам они супер понятны, но на практике это иногда, правда, тяжело удается, то есть как на уровне резюме вот не прятаться вот за ширмой такой, ой, я здесь вот в уголке там спрячусь, быть может, кто-нибудь меня найдет, да, а иметь смелость и иметь вот эту уверенность, присвоить себе свои какие-то навыки, да, и про них спокойно рассказывать и в резюме, и на собеседовании, и в процессе всего поиска работы. Вот, такой вот момент, про что он, наверное, он все-таки про какого-то самозванца, неуверенности, про невозможность присвоить себе свои достижения, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, он и про резюме, вот, поэтому мы сегодня с вами решили такой комбинированный эфир сделать, и вот. Да, 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 это очень круто, на самом деле у нас же как раз первый вопрос сегодня, да, это про самоопределение, да, то есть давай представим, да, что человек только-только начинает искать работу, да, то есть я уверен, ты об этом писал, я об этом много писал, да, но я там, опять же, в силу своего опыта, я захожу с одной стороны, там, LinkedIn резюме, ты заходишь с точки зрения психологии и прочее-прочее. Давай поймем, с чего нужно начинать, вот у нас первый вопрос как раз это про самоопределение, да, то есть можно же искать работу по-разному, да, не обязательно там ходить откликаться, не обязательно супер-пупер какие-то там резюме с ключевыми словами делать, да, там, LinkedIn там с красивыми картинками, с кучей постов и там большим количеством контактов, да, ну, мы про это тоже поговорим, ну, прочее, да, то есть начнем с базы, да, вот что для тебя, как человека, который работает с там тонкими материями, да, является базой, да, и что является вот этим самоопределением, да, сейчас вот Ольга Галитович работает Network, LinkedIn 100% эфиралочки, Ольга 100% все это работает, да, но представьте ситуацию, да, что человек выходит на рынок труда, у меня было много таких людей, клиентов, которые никогда не искали в жизни работу, никогда не искали, люди это взрослые тети и тети, 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 извините, соответственно, которые находили работу через знакомых, знаешь, в баре, еще где-то, смс-ками, ну, то есть просто где-то что-то как-то, да, и реально... Либо работа сама находила как-то, да? Либо работа, да, работа находила сама, да, они выходят, пытаются как-то поменять вектор, либо выходят на международку, что чаще, да, и тут, естественно, весь их нетворк, вся и все контакты не работают, да, и начинаются вот эти там страдания, ну, может быть, у кого-то не страдания, да, и так далее, вот как ты думаешь, что такое самоопределение и почему это важно, и, может быть, какой-то пример у тебя есть из твоей практики, да, как ты научишься? Ну, это важно именно вот, когда требуется такой проактивный процесс поиска работы, то есть на рынке, где, ну, никто особо к тебе сам не придет, в общем-то, когда мы говорим про поиск на зарубежном рынке, мне кажется, это наиболее актуальная проблема, вот, потому что, в принципе, очень удобно, когда ты просто работаешь, да, и потом к тебе приходит другая работа, предлагает зарплату, предлагает роль, и ты, как бы, таким пассивным способом, да, ну, таким пассивным путем выстраивается твоя карьера, ну, как-то она выстраивается, вот. Другое дело, там, более сложный процесс, когда ты проактивно ищешь работу сам, и когда ты проактивно ищешь работу сам, получается, что тебе нужно сделать какой-то месседж этому рынку через LinkedIn, через Redume, через networking, неважно, ну, как бы, без разницы, какие вы инструменты будете использовать, даже если вы зайдете через рефералку кому-то из своих знакомых, вам все равно нужно сформулировать им, там, словами через рот, что вы хотите, то есть кем вы хотите работать и какие задачи вы хотите решать, вот. И здесь, конечно, у многих возникает сложность, потому что это нужно сформулировать, то есть надо понять, куда вы хотите попасть вообще, и под это же затачивается резюме, да, под это затачивается стратегия поиска, под это затачивается и вот эта история с обращением через networking, да, и так далее. Можно, конечно, скорее пойти по такой дорожке, что я буду, не знаю, везде рассылать людям, где только можно, ко всем зайду, и так далее. Может быть, что-то клюнет, но это не самая эффективная стратегия, ну, из того, что я вот думаю, как это должно быть. То есть все-таки должна быть фокусность. То есть и вы в этом плане, когда вы выражаете свое послание рынку труда, что вы заявляете себя на какую позицию, вы облегчаете другой стороне вас найти. То есть и рекрутер, и работодатель, он понимает, кто вы и что вы хотите, и, соответственно, может вас идентифицировать. Вот. А процесс самоопределения, какие здесь могут быть сложности, Ваня? Ну, я так скажу, что на самом деле по моему опыту работы с кандидатами, которые приходят с запросом, что вот они сейчас начинают искать работу, и они, как правило, приходят с запросом, что я не могу определиться, я не знаю, кем быть, то ли там пекарем, то ли там UX-редактором, то ли продуктом остаться, то ли еще что-то. На самом деле это их не истинный запрос. Вот. То есть очень редко, очень редко я встречаю людей, у которых реально есть проблемы самоопределения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот. То есть проблема самоопределения – это когда человек реально не знает, куда ему войти. Вот. Но он потерялся. То есть это какой-то кризис, да, с которым мы не так часто встречаемся в нашей карьере. Часто такое бывает, не знаю, у девушек, которые выходят после декрета. Вот. Ну, то есть вот этот кризис, и они реально не знают, кем стать уже после вот этого опыта материнства, после того, как они оставили предыдущую карьеру. Там эта история достаточно часто бывает. Но в целом, да, если мы берем среднюю температуру по больнице, то вот эти запросы на самоопределение, они имеют две причины, да. Первая причина – это не проблема самоопределения, это проблема от того, что человек просто выгорел и не понимает, что с этим делать. Вот. И вторая проблема – это вот этот синдром самозванцевой неуверенности. То есть он на самом деле знает, чего он хочет. То есть если с ним поговорить уже на первой сессии, он скажет, чего он хочет. Но ему что-то мешает разрешить себе это хотеть. И ему важно прийти к кому-то, чтобы кто-то сказал, всё нормально, с тобой всё в порядке. Ты можешь заявиться на позицию, которую ты хочешь. Ты не самозванец, да, ты можешь попробовать всё хорошо. То есть вот это разрешение как будто бы требуется, и у человека просто не хватает уверенности в себе признать, что он достойный, что он готов вот к той желанной позиции, на которой он хочет попробовать вот, собственно, наняться. Вот. Поэтому самоопределение очень редко, проблему я вижу, да, это выгорание и синдром самозванца, как правило. Смотри, такой вопрос. Как вот, просто приведу пример, да, как у меня это было. Приходит человек, да, с хорошим опытом, например, каким-нибудь там 15 лет. Опыт профильный. Главный вопрос, я говорю, вы чего хотите, какие позиции, да, какие позиции смотрите. У меня всегда там несколько стандартных вопросов, да. Что вы смотрите, где вы смотрите, на каких рынках, за какие деньги и какой у вас уровень английского языка. Ну или там другого языка, если мы смотрим какие-то локальные рынки, а-ля там, не знаю, Испания, Германия и так далее, да. Ну просто это важно в большинстве случаев. Не всегда, но в большинстве. Собственно, и бывает такое, человек говорит, ну смотрите, я CEO стартапа, до этого работала операционным директором, до этого выполняла роль CPO, Chief Product Officer, да, а до этого была там руководитель маркетинг отдела, да. Ну то есть она перечисляет условно последние 10 лет, там, не знаю, 8 лет, да. То есть она говорит, я могу и маркетологом быть, и операционщиком, и продуктом, и вообще возглавить весь там, всю менеджерскую функцию, да, на уровне первого лица компании, да. Соответственно, вот вы мне скажите, типа, кем мне, как мне искать работу, да, вот когда вот такие люди, вот как ты с таким работаешь? То есть он говорит, я могу все, все могу, да, а скажите, а что рынок хочет, да, вот тут был вопрос, я говорю, а где сейчас это, золотое дно-то, кто нанимает? Ну да, да, то есть такое перекладывание, да, мне кажется, ответственности немножко за то, что вот кто-то скажет, да, где будет больше золота и так далее. Вот, но на этот вопрос никто не ответит, то есть не я, не ты, Вань, да, то есть это история скорее про то, что понять, а что же человеку мешает самому определиться, да, и понять, где для него, конкретно для него, вот эта золотая, как бы гора золота, грубо говоря. Мы же не знаем, в какой валюте он меряет, то есть что для него хорошая работа, что плохая, что для него хорошая карьера, что плохая, что для него успех, что не успех. Это очень разные для всех истории, вот. Поэтому я, ну смотри, ко мне скорее приходит с тем, что не могут определиться, вот, то есть нет такого, что прям в лоб спрашивают, типа, на, с кем мне быть? Такого я еще не встречала, вот. Но когда приходится вот с такой сложностью самоопределения, и вот когда я вижу, что такой рваный опыт, ну не то, что рваный, а скорее разноцветный опыт, то есть мы видим немножко здесь, немножко там, немножко сям, и вот эти вот переходы, да, непонятно, как это все соединить, то здесь обычно два вопроса есть, касаемо вот такого резюме, такого опыта. Первый вопрос – это что происходило между вот этими переходами, то есть что вынуждало человека постоянно менять, как будто бы свою специализацию и свою роль, то есть что там такое происходит, там выгорание, с которым человек не может справиться, там какой-то конфликт роли, с которым человек не может справиться, может быть там страх вырасти в этой роли, такое часто бывает, кстати, что человек просто не может вырасти в рамках вот своей профессии и своей специализации, то есть там настолько его самозванец просто прибивает сверху, да, что единственный вариант – это перейти в другую сферу и начать все с нуля, ну не с нуля, там с какого-то такого начального уровня. Ну да, то есть это вот первый вопрос, то есть понятие, что с человеком происходило вообще между вот этими, этих переходов. А второй вопрос, который нам поможет понять, а что дальше с этим делать, это вопрос о том, а что объединяет все эти его островки разного опыта. То есть там точно есть что-то общее, то есть какая-то его основная, ну не то, что фишка, да, а какая-то его основная деятельность, которую он просто переносит из сферы в сферу. Вот там есть какая-то рыба, в общем, не знаю, как это еще назвать, какой-то костяк точно будет, вот, и его вытащить, понять, про что это вообще, да, то есть что человек переносит из сферы в сферу, какую историю, мы ее вытаскиваем, и мы с ней уже можем работать. И дальше немножко ее подсобрать, касаемо всего того опыта, который у него есть, и понять, куда можно с этим пойти дальше. Как вариант. Это очень крутой момент. Это можно сделать, но в целом это всегда можно сделать. Было бы желание. А смотри, давай предположим другой случай. Такое тоже бывает. Когда человек, как Дарья пишет, когда достигаешь потолка и больше не интересно. То есть у всех такое бывает. Можно, конечно, заниматься одним и тем же на протяжении 20-30 лет. Опять же, это же некие игры разума. Если человек кайфует, почему бы нет. Всю жизнь управлять проектами или всю жизнь заниматься маркетингом. Или еще чем-то. То есть почему бы нет. Но, смотри, бывает другая ситуация. Одно дело, это люди такие неопределившиеся, может быть где-то потеряшки, а ситуация другая. Когда приходит человек и говорит, слушай, я хочу быть продакт-менеджером в Америке на зарплате не менее 220 тысяч долларов в год, потому что я могу. Ты смотришь на его опыт, ну, по крайней мере, то, что описано. Ты говоришь, давай подойдем формально к вопросу. Буквально это первые такие шаги. Ты понимаешь, что он вообще не потянет. Ну, то есть у него нет опыта, который нужен рынку. А то, что нужно рынку, это проверяется банально. Ты открываешь вакансий, на который он претендует, ты понимаешь, что у него нет ни навыков, ни количества лет опыта и прочее. Зачастую такое, на самом деле, свойственно, ну, как бы, если первые, это там люди такие уже умудренные опытом, то вторые люди, которые говорят, я хочу быть кем-то, это люди молодые. Да, это обычно люди 25-30 лет, по крайней мере, то, что попадают, да, и говорят, я хочу найти работу в Дубае project manager'ом, а по факту человек работает год менеджером, ну, или product manager'ом, да, работает год на этой позиции, а до этого работали там, ну, то есть, какая-то там разношерстная история, да, там, листовки раздавал и там, какие-то там документы делал, как некий операционный менеджер, да, и прочее. И причем человек очень хочет, он мега уверен в себе, он мега уверен, я приду, я буду учиться, нужно получу сертификацию там, как можно скорее, да, и так далее. Вот что обычно с таким, ну, ты понимаешь, что человек просто не выдержит собес, и когда ты говоришь о этом человеку, он обижается, очень сильно обижается, что, типа, ну, а что ты в меня не веришь-то, да, типа, а что ты не поддерживаешь. Вот как ты работаешь с таким? Ну, вот эта вот история, да, ты же сам сказал, интересный такой момент, подметил, что часто у молодых встречается, да, вот это вот, я буду сейчас, да, вот этим большим человеком, дубайшим и так далее. Почему у молодых? Вообще, вот такая история, которую ты сейчас описываешь, да, она тоже свойственна людям с очень сильной неуверенностью в себе и сильным самозванцем. Но это, я не знаю, здесь, если мы с точки зрения прям психологии пойдем, то мы можем предположить, что у таких людей есть нарциссическая, да, какая-то история, вот, я не говорю про расстройства, да, но в их личности, да, вот нарциссизм присутствует в какой-то степени, а нарциссизм – это побег от своей очень сильной неуверенности в себе. И что здесь имею в виду, да, то есть человек, ставя перед собой такую большую задачу, большую цель, как будто бы, да, себя возвышает за счет этого, но и при этом ему не нужно сталкивать себя с какими-то реальными поражениями, то есть он избегает реальных ролей, да, которыми он мог сейчас заняться, избегает вот этого провала через то, что он ставит для себя очень высокие цели, то есть приходя к тебе и говоря, что он хочет устроиться, там, не знаю, в США, да, там, project-менеджером быть, хотя у него нет достаточного опыта, то есть он себя, в принципе, заведомо обрекает на неудачу в этой идее, вот, то есть, и тогда зачем ему это, зачем ему себя обрекать на неудачу в этой идее, но это неудача, да, вот в этой большой идее, она возвысит его, но не даст ему вот это ощущение самозванца, я не знаю, понятно ли я объяснила, но, в общем, то есть, когда мы ставим перед собой слишком большую цель, да, которую мы сейчас не можем подтянуть, то, скорее всего, это история побега от своей неуверенности, с какими-то реальными целями, то есть, и я бы здесь, наверное, подумала с этим человеком про то, а что же ему мешает сделать какой-то более реалистичный шаг в своей карьере, то есть, почему вот именно такая большая сейчас задача, да, вот именно такая должность, вот именно такая роль, где у него нет опыта, а что ему мешает начать с чего-то более приземленного, и, как правило, мы там встретимся с достаточно большим количеством тревоги, и через какое-то время, не сразу, конечно, да, это такая очень работа деликатная, вот с такими клиентами, но так или иначе, мы встретимся с тревогой, и с тем, что внутри этого человека просто безумный страх не справится с реальными задачами, то есть, и очень сильный страх, что его, в принципе, даже на должность его уровня могут не взять, вот какая такая история, в общем, немножко перевертыш получается, да, то есть, человек пытается таким образом справиться со своей неуверенностью. Интересно, слушай, да, это интересный момент, потому что, как бы, то есть, здоровые амбиции, это всегда хорошо, а инициативность, это всегда хорошо, сто процентов, да, но, как бы, соответствие себя, своих навыков, да, там, скиллов, любых навыков, мы там, в самом широком смысле, и реалии рынка, это две разные вещи, да, то есть, как бы, ты, ну, можешь сразу понять, да, человек получит или нет, не знаю, ну, вот я как-то понимаю, да, там, с первого какого-то диалога, как человек говорит, о чем говорит, да, бывают люди, которые, знаешь, винят всех, да, рынок не тот, карьерные консультанты не те, линкдин поменял алгоритмы, резюме меняется, еще что-то там, вакансий мало, да, и прочее, да, есть люди, говорят, не пофиг, я буду искать, где, где хочу, и буду переть, ну, другой вопрос, да, там, соответствие как бы рынка, да, потому что мы, в любом случае, любой человек, который выходит на рынок, как бы это, как бы странно не звучало, мы товар, да, мы товар, и в любом случае, да, как и любой товар, как и любой продукт, да, мы должны соответствовать запросу, запросу бизнеса, да, то есть, если нас нанимают, хотят закрыть какую-то боль, и мы, ну, в любом случае, да, я уверен, что любой человек, который сейчас присутствует, и ты, и я, понятно, да, мы либо нанимали когда-то себе людей в команду, либо будем нанимать, да, и, соответственно, естественно, мы смотрим на соответствие, да, того, что мы хотим, хотя, в описании вакансии, того, что есть, реально нам нужно на работе, да, и навыков человека, который, я тебе могу, ну, который соответствует, я тебе могу сказать, на самом деле, есть такие компании, я знаю про них, это, я считаю, это очень хреново, но такие компании есть, которые лепят из человека идеального кандидата, реально есть такие компании, LinkedIn, резюме, опыт, и все фейковое, практически все фейковое, то есть, это человек, ну, то есть, у него есть какие-то базовые навыки, да, соответственно, там, условно называем эти курсы, да, там, курсы, не знаю, там, фронт-энд разработки, да, соответственно, ему приписывают несуществующие компании, несуществующего количества, у него там год опыта, ему приписывается 8, или там 5 лет, да, и так далее, делается крутое резюме, крутое это, вот прям, вот прям идеальный, да, более того, ему подсказывают на собеседование, то есть, подключается человек и подсказывает, да, и помогает, а, я слышала это, да, и помогает пройти испытательный срок, то есть, условно, как бы, задача трудоустроить человека, соответственно, ну, там, понятно, за какие-то большие деньги, провести его через испытательный срок, чтобы он уже начал работать в компании, и дальше уже там, ну, там, хоть трава не расти, да, как бы, это как бы жесть, работать они не будут за него, да, но они, задача пройти испытательный срок, который устроится, пройти испытательный срок, да, ну, естественно, да, человек там, на английском проходит интервью, то есть, у него априори должен быть хороший английский, давай так, достаточно для прохождения, и реально, как бы, вот таких фейков много, да, ну, то есть, условно, люди, которые реально ничего не представляют, но, я говорю, с уверенностью этих людей все в порядке, вот прям максимально люди уверены, да, в себе, да, то есть, пока мы там думаем, что бы написать рефералу, да, люди уже там на собесы ходят там десятками, вот, как бы. Ну, да, да, это правда, это к вопросу о том, что очень многие просто боятся, боятся, вот мы говорили про этот синдром самозванца, просто тупо в резюме написать даже их реальный опыт, то есть, это иногда даже это трудно, не то, что там брать в резюме, да, просто написать то, что вы реально занимались, но, знаешь, но есть оборотная сторона у этой истории, я вот некоторое время назад в телеграм-канале, задала вопрос своим подписчикам, что для них самое сложное в поиске работы, там был такой смешной ответ от одной из подписчиков, что самое сложное, это после оффера осознавать, что тебе нужно работать. Начать работать. Да, что тебе нужно начать работать, и все залайкали этот ответ, потому что это действительно так, то есть, на самом деле, оффер – это классная цель, сто процентов, но после оффера нужно работать, и вот этот факт, да, что после оффера еще нужно работать, вот на этой роли, он, на самом деле, очень сильное давление оказывает и на процесс поиска работы, то есть, если вы тревожитесь, да, или не уверены в своих силах, касаемо того, а что будет после того, как вы получите оффер, то есть, можете ли вы справиться, не уволят ли вас, или еще что-то, не знаю, какие там фантазии у вас рисуются, да, что будет после оффера, а вот эти страхи, да, а что будет со мной после оффера, они могут вас, так сказать, саботировать в процессе поиска работы, вот, то есть, вы можете выбирать очень такие противоречащие и мешающие, как, нет, не мешающие, а очень кривые, неработающие стратегии поиска, которые максимально отдаляют вас от получения оффера, это, вот твой пример про вот этого молодого человека, который хочет супер должности, там в США, и у него не хватает на это ни скиллов, ничего, может быть, для него это тоже такой процесс самосаботажа, то есть, это оффер, который я никогда не получу, ну и слава богу, в общем, потому что, если бы я его получила, то пришлось бы там работать и доказывать всем, что я на самом деле стою, и что вы меня не уволили, и справляться со своей тревогой, справляться со своим самозванцем, это все достаточно тяжело, вот, поэтому вот этот момент, а что будет после оффера, он все-таки имеет место быть, и я выбираю, очень важен, да, да, извини, извини. Да-да-да, и вот я хотела добавить к твоей замечательной истории про вот этих ребят, которым помогают с этими, трудоустроиться, да, там, с помощью резюме и так далее, ну, ты знаешь, я бы посмотрела, что с ними происходит уже после, потому что здесь все-таки есть такой момент, что когда вы выходите на работу, вам все-таки там надо проработать какое-то количество времени, то есть, а не выгореть в первые три месяца после прохождения испытательного срока, тогда в чем смысл вообще всей этой затеи, вот, когда ты постоянно находишься в ситуации, не знаю, что тебе нужно решать задачи, которые выше тебя на двери головы, ну, ты просто выгоришь очень быстро, и не сможешь, ты можешь даже карьеру свою запороть, в принципе, из-за того, что просто себя... Тут, смотри, как бы это как решается, да, мотивация у таких людей, как я понимаю, да, это зацепиться за что-то, да, ну, то есть, вот, я получу оффер, а там разберемся, да, соответственно, ну, как правило, это США, как правило, рынок США, да, и я про другие рынки, кстати, не встречал, а у компаний, которые устраивают, тоже очень просто, да, как бы это, вот, они берут за это деньги, там, какой-то фиксу плюс, наверное, какой-то процент от зарплаты или там от годового дохода, да, это протолкать человека максимально далеко, да, но если один хочет оффера, другой готовы всеми правду и неправдами толкать, и первый соглашается на это, ну, как бы это мэйч, да, но я лично считаю, мы как бы про это долго говорим, это очень плохая история, врать не надо, приукрасить, да, можно, где-то что-то и так далее, да, в любом случае, даже когда мы доходим до собеседования, это как свидание, да, на свидании мы всегда, мы не будем говорить, что там, я живу с мамой и вообще я меняю девушек каждые две недели, да, это нас не продает вообще никак, да, мы всегда будем говорить о себе только в положительном, интервью то же самое, да, соответственно, это всегда положительная история, а дальше уже там, после оффера посмотрим, да, главное, как бы вот получить это согласие, да, поэтому это тоже очень важно сказать, но как бы вот против фейков, против вранья, я лично 100%, да, как бы, либо это на откуп человека, если человек хочет, пожалуйста, мы все люди взрослые, мы как бы там не няньки, да, человек полностью отвечает за свою судьбу, да, за те действия, которые совершают, без проблем, но лично я против такого. Гуд, смотри, Настя, давай как раз пойдем дальше уже, собственно, по плану, мы много, ты много раз как раз упомянула про синдром самозванца, из каждого, ну, не утюга, но, тебе говорят, самозванец, 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 да, уверен, и у тебя это было, и у меня это было, да, не раз, и не два, прочее, ну, то есть, как-то ты там как-то справляешься, как-то это все это, есть ли какой-то супер, не знаю, секрет или способ, как избавиться, вот, максимально заглушить, да, своего самозванца, вот, благодаря твоей, там, твоему опыту и практике, что вот супер там действие какое-то, или нет? Ну, как это обычно бывает, да, к сожалению, нет какой-то волшебной таблетки, которую можно выпить, и стать уверенным, и вообще забыть про то, что такое самозванец и страх, самозванец вообще, это такая история, она настолько часть, вот, структуры личности, да, нашей психики, что она, ну, я не могу сказать, что она не корректируется, но почти, ну, то есть, нельзя избавиться от самозванца, то есть, это вот история, которая, если она у вас есть, то она будет присутствовать всегда, вопрос в интенсивности, скорее в том, как вы сами привыкли с ней обращаться, то есть погружаться в это состояние, либо, да, немножко абстрагироваться. Вот, поэтому здесь, то, что я рекомендую обычно своим клиентам, это самозванцам работает всегда, сто процентов, только столкновение с реальностью и с реальными фактами, то есть, если, ну, опять же, здесь к вопросу о том, почему к нам идут клиенты, да, вот, мне кажется, что в основном, по большей части, да, именно из-за синдрома самозванца и идут, вот, потому что иногда супер важно, чтобы другой человек тебе подсветил, ну, вот эти моменты, что на самом деле, да, у тебя там когнитивное искажение насчет своего опыта, что вот, посмотри, у тебя есть вот это, есть вот это, то есть, где-то получить, может быть, какой-то фокус, да, касаемо своих сильных сторон, получить какую-то объективную, ну, не то, что объективную, здесь, наверное, в любом случае нигде нет какой-то объективной оценки, но хотя бы какую-то оценку, да, того, про что ты, то есть не только, когда ты сам себя оцениваешь и начинаешь топить и вгонять себя в эту неверность, что ты недостоин, что в тебе что-то не так, тебе нужно еще бесконечно учиться, пройти 100-500 обучений, менторинг, там, коучинг, и только потом ты дорастешь, там, и так далее, чтобы не погружаться в этот внутренний диалог с самим собой, тебе нужен диалог с кем-то из внешних людей, кто шарит в теме поиска работы, кто шарит в рынке труда и кто даст тебе вот эту информацию и кто столкнет тебя с реальностью и подсветит тебе, что ты где-то не объективен касаемо своего опыта, что на самом деле ты готов, что на самом деле это не так страшно, что на самом деле с тобой все в порядке, вот это вещь необходимая, необходимая, вот я считаю, именно поэтому, в общем, мы и работаем, мне кажется, запросами на поиск работы, потому что это вот, мне кажется, самое ценное, вот это получить, вот этот взгляд и вот это видение. Это да, как человеку нужен человек, да, и вот это, как некая дополнительная опора, сто процентов, да, это сто процентов работает, да, если, ну, как бы, если рядом человек, не обязательно это там какой-то консультант, да, или там психолог, коуч, там еще кто-то, да, это может быть просто родственник, да, который просто тебя поддержит, скажет, не, ну, теоретически, да, как бы скажешь. Мне сразу представляются, знаешь, вот эти мемы про мам и пап, которые наоборот такие, типа, обычно гасят, вот знаешь, как эти семейные ужины, после которых ты такой, просто еле выползаешь и думаешь, что вся твоя жизнь это дно. Ну, слушай, как бы разные, вот у меня бабушка была, там, Торрство Девеста, очень боевая, прям вообще мега там, с микрофоном выступать, давай там это, Ваня, все получится. Да, 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 да. Ну, Вань, знаешь, здесь в чем фишка? Фишка в том, что люди, у которых вот этот синдром самозванцев, неверность в себе, она сильно проявлена, да, у них, как правило, вот если посмотреть на их родителей, то там точно не те родители, которые их смогут поддержать, вот прям сто процентов. Согласен, согласен, да, так что это, ну, как бы хорошо, хорошо, что такие, как мы есть. Окей, давай пойдем как раз дальше, а, вот тут как раз пишут, самозванцев можно заменить так же, как и любое другое неосознанное убеждение. Это просто, но не означает, что легко, да, как раз вот Евгений пишет, ну, как бы неосознанное убеждение. В целом, да, опять же, да, как бы это просто, но есть детали, да, есть нюансы, да, как правило, я говорю, одному достаточно тяжело, потому что, как сказать, мозг это такая история, что он думает, ну, то есть, грубо говоря, вот ты когда находишься в этом неком болоте, да, которое тебя там как-то принижает, все тлен, да, вот это все, меня никто не любит, я умру голодной смертью, все, пора под кровать залезать и умирать от голода, да, там денег нету на еду, да, меня никто не берет на работу. Как бы мозгу это, ну, вот это чувство некое такое, да, ну, не комфорт, а как тебе сказать, такое, некая безысходность, да, которая не затрачивает очень большое количество энергии, потому что, когда мы выходим, это ж нужно резюме, это ж нужно ходить, это ж нужно себя продавать, сколько энергии на это тратится, да, но это опять же игры разума, поэтому... Ну, про установки, да, я здесь, наверное, тоже дополню, что история может быть рабочая, да, для многих, вот как-то настроиться, да, типа, все, я сила там, да, я вот профи, сейчас приду там и так далее, но здесь важно понимать, что синдром самозванца, он действует на вас не только с точки зрения вашего, ваших установок, да, то есть это могут быть, как сказать, самозванец, он может заставлять вас действовать таким образом определенным, что вы даже сами не заметите, как сами себя приведете в точку, где реальность как будто бы подсказывает вам, да, тоже каким-то действием, может быть, отказа от оффера, там, увольнение или еще что-то, что вы недостойны, вот, и это прям, как сказать, такая ловушка самозванца, что вот как с ним не работай на уровне сознания, да, не пытайся себя убедить, все равно внутреннее, бессознательное, оно будет постоянно искать подтверждение того, что вы недостойны, или что вы не попадете на работу, на которую вы хотите попасть, ну, короче, очень хитрый мозг, вот, Вань, ты верно сказал, что здесь не так все просто, не так все просто. Гуд, слушай, тут прям дискуссия пошла, да, ну, да, окей, вопросы задают как раз и про поиск работы и так далее, мы это, мы обязательно ответим, когда сейчас как раз подойдем, смотри, хорошо, проговорили, давай, собственно, как раз, ну, то есть, условно, мы самоопределились, как бы поняли, что нам смотреть, где нам смотреть, да, самозванец нас не беспокоит уже, да, или уже, или еще, да, с чего в целом, как ты считаешь, можно и нужно начинать поиски, вот уже когда ты садишься, достаешь ноутбук, все, я ментально готов, да, поехали, вот с чего ты рекомендуешь начинать, да, потому что тут были как раз вопросы, да, в целом, резюме готово, или там почти готово, портфолио создано, да, там стэк, софты, там, определены, шоури, ну, тут машин дизайнер, да, то есть это, ну, некая там, некая нарезка, да, своих работ подготовлен, что дальше, вот, что дальше делать, у меня готово все, все по полочкам, что дальше, что бы, да, рекомендую. Слушай, ну, я могу со своей стороны сказать, я здесь все-таки больше, как психолог, да, у нас на эфире, вот, ты больше практически сейчас скажешь, как психолог, я отвечу на этот вопрос так, что самое важное, да, в том, как начать, это то, что надо начать. Звучит забавно, наверное, но это просто то, что я у клиентов часто наблюдаю, что они просто сидят в закрытом резюме, ничего не делают, вот, касаемо поиска работы, хотя внутренне они уже в поиске, но как будто бы они постоянно пытаются как-то себя подготовить лучше, что-то там улучшить в плане резюме, что-то еще там на работе вырасти как-то, ну, короче, вот эта бесконечная подготовка к процессу поиска работы и не начинание поиска работы, это вот, ну, наверное, худшее, что можно сделать, то самое важное, это начать, просто начать этот поиск, выставить резюме, стать открытым для рынка, опубликовать это резюме, то есть даже если вы чувствуете, что вы еще не, что оно не идеально может быть, это резюме, что может быть не идеально ваше сопроводительное, но вот сам вот этот факт начать и войти в этот процесс, вот, мне кажется, он важен, я могу сказать, как я это делал, да, и что я вообще рекомендую, вот смотрите, нужно в первую очередь разделять две большие, два больших направления, потому что это совершенно разные задачи, первое, это когда вы ищете работу в той стране, где вы живете, Россия, Казахстан, Узбекистан, неважно, Америка, неважно, неважно, где вы находитесь, да, ну то есть главное, что мы ищем, вот мы, я живу, я легализован, это очень важно, да, то есть у вас там, если вы, ну если вы не гражданин той страны, где вы проживаете, у вас должно быть там виза, разрешение на работу, все вот эти вещи, да, потому что это прям база, да, с чего как раз это нужно начинать, Настя, если тебе включить микрофон, ты подними руку, потому что как бы ты, ты выключила, я тебе, блин, а где ты, сейчас, где ты, а все, ага, да, 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 это первое, это прям реально очень важно, ну то есть как бы, понимаете, теперь давайте как раз по порядку, да, когда вы ищете работу, ну давайте я проведу Россию, да, я сам искал работу, и помогаю искать и так далее, в России, я могу сказать, LinkedIn практически не нужен, да, соответственно, самый лучший способ найти работу в России, вы открываете headhunter.ru, действительно опубликуете резюме, понимаете, как называется та позиция, на которую вы хотите откликнуться, например, позиция руководителя проектов и project manager, это разные позиции, да, где-то там 10 тысяч появляются, ну выдачи, где-то там 3 тысячи, да, просто нужно понимать, да, поэтому как бы, ну некие такие ключевые слова, да, иметь базовое сопроводительное письмо, да, они легко гугливаются в интернете, это некая самопрезентация, да, вас, когда вы откликаетесь, всегда нужно откликаться с сопроводительным, можно с одним и тем же, можно с, там, небольшой адаптацией, но, собственно, как раз 100% это работает. В России еще работает куча-куча порталов, типа, Hubber Career, GetMatch, Career Space, там, и прочие-прочие такие вещи, да, это первое, что нужно сделать, то есть, опубликовать резюме, начать откликаться, второе, это, конечно, люди, люди, которые окружают вас, по-любому работают в тех компаниях, где вы хотите быть, да, потому что, когда я искал работу, в России, естественно, я начал всегда ходить по знакомым, по людям, да, а там, нужны ли в твоей компании project manager, нужны ли в твоей компании product manager, да, уверяю вас, есть компании, которые нанимают всегда и везде, и в больших количествах, как, например, тот же Sber, там, я не знаю, сколько, когда я работал, там, 300 тысяч человек работало, да, там всегда нужны, там, кто-то уходит, кто-то приходит, какие-то новые команды, продукты, там, стримы открываются, и прочее, прочее, да, всегда нужны люди, поэтому можно смело закидывать вот это через знакомых, да, резюмешки, да, еще, кстати, очень важный момент, вот пока не забыл, да, я считаю, что всегда нужно искать работу, когда вы работаете, у меня было много людей, которые не работают, например, год или полтора, ну, условно, да, это люди, которые, там, не знаю, отдыхали, переезжали куда-то, находили себя, каким-то бизнесом занимались, там, стартапами, волонтерством кто-то занимался, да, и, соответственно, наступает момент, когда уже, там, финансовая подушка, она, там, на грани, да, собственно, как раз и нужно искать работу, это мальчики, девочки, неважно, да, там, как бы это не зависит от пола, там, от возраста и прочее, да, когда происходит пора что-то искать, да, соответственно, когда вы ищете работу, не находясь на работе, есть очень большой шанс, что вы согласитесь на первое предложение, просто потому, что надо, вы говорите, блин, ну, лучше хоть какой-то оффер, чем никакого, и в этом есть правда, но, когда это происходит, есть очень большой шанс ловить лютое говно, прям вообще лютейшее, которое там просто супер токсичные ребята, какой-то гнилой продукт, еще какая-то непонятная херотень, да, беспроцессная, там, и прочее, прочее, все, что мы любим, все, что вы можете плохое представить работодателю, да, все это можно собрать прям джекпотом, потому, что вы согласились на первый оффер, у меня такое было, мне предлагали, да, там, компании, где в оффере написано, пинг-понг есть в офисе, и по пятницам мы собираемся готовить на кухне компании, какие-то блюда, ну, то есть, знаешь, там, это очень странная история, а футбольную команду корпоративную мы принимаем после испытательного срока, то есть до испытательного ты не достоин бить мяч, ну, то есть, я думаю, что люди пишут, да, как бы, ну, какие-то звоночки, да, ну, тем не менее, да, их может быть реально много, да, то есть, это очень важно понимать, работу нужно искать, когда вы работаете, да, если вы понимаете, что пахнет жареным, да, что-то идет не так, там, вас смогут сократить, или еще что-то нужно искать, да, нужно искать, желательно, как бы, за месяц, за два, там, ну, в зависимости от, там, рынка и прочее, да, уверен, что, если говорить про Россию, вы открываете резюме, вы, там, middle или, там, senior какой-то вас быстро возьмут, да, я уверен, если вы не какой-то топ-менеджер, который, там, очень много денег хочет, там, чуть другой поиск, но, тем не менее, да, вот эти, как бы, вещи работают, резюме, хатхантер, отклики, и дальше, как бы, ходите, там, собираете интервью и прочее, у меня, свое время, в 22-м году, когда я искал, у меня, я прям записывал, у меня было 45 собеседований в российские компании, у меня было 65 всего, а 45 в российские компании, то есть, у меня были собеседования по 3-4 в день, по 3-4 в день, но я не работал, нужно понимать, я не работал, то есть, у меня, как бы, это была, такая, я садился в 7 утра, ну, там, В 8 утра откликался, потом занимался своими делами и потом собирал какие-то ответы, входящие сообщения и так далее. Готовился к интервью или не готовился. Под конец я уже не готовился, потому что все было одинаково. Но это какая-то конверсия все-таки была. Но, опять же, есть шанс нарваться на что-то. То есть, достаточно просто. Второй момент, если мы уходим на международку. Вот тут начинается прекрасный дивный мир. А когда весь наш нетворк вообще не работает. За исключением тех случаев, если вы хотите попасть в какую-то компанию, где работает ваш бывший друг, приятель, коллега, и он может вас рекомендовать через рефералы. Обычно таких немного. Будем считать, что таких людей нет у вас. Соответственно, тогда что нужно делать здесь в первую очередь? В первую очередь это LinkedIn. Я всегда считаю, всегда вот здесь нужно начинать с LinkedIn. Если мы ищем на локальном рынке, там тоже нужно хотя бы поддерживать в актуальном состоянии. Он менее важен. В России LinkedIn не суть важен. Хотя там тоже прилетают приглашения. Но, я говорю, Headhunter в этом плане гораздо более высококонвертируемый. Соответственно, всегда вы ходите на международку, всегда LinkedIn. Приходите, посмотрите любую мою прожарку. LinkedIn я подробнее там объясняю, что писать, как писать и так далее. Более того, я все время топил про вот эти там SSI индексы и так далее. Вообще не работает эта штука. Вообще. Я считал, что она работает. Спустя полтора года я могу сказать, что она не работает. У меня есть клиенты, у которых SSI 30-35, это там ниже среднего, но которые получают по 4-5 приглашений в день от рекрутеров просто на входящем потоке. Мы меняем локацию, мы меняем навыки, мы меняем хедлайны, то есть как-то там докручиваем ключевые слова, как это говорится, и получаем некий входящий поток. Ну и плюс, естественно, отклики тоже идут. Как бы сидеть, ждать у моря погоды, это плохой вариант. Нужно как бы проактивно действовать. То есть LinkedIn нужно иметь резюме. Резюме отличается от рынка. Где-то одностраничное, где-то двухстраничное, но не больше двухстраниц, это везде. На любом рынке, естественно, на английском языке наличие фото зависит сильно от страны. Америка, Великобритания, Канада, Австралия, Новозеландия, Голландия. Еще ряд европейских стран, там фото не нужно. Ближний Восток, большая часть Восточной Европы фото нужно. На Кипр там фото. Кстати, на Кипре фото нужно, Настя, в резюме? Да, слушай, я вообще всегда за фото, на самом деле. За фото, да. Ну, я говорю, есть страны, где фото там не приветствуется, где там тебя по цвету кожи, по цвету глаз как-то, чтобы тебя не дискредитировали. Даже США, да, там никогда не пишут ни возраст, ни количество детей, ни вот эти все вещи, да, там, без фото и так далее. Смотрят чисто на опыт, да, на навыки. Ну, где ты работал, кем работал и что делал, да. Собственно, поэтому у меня лично есть два резюме. Одностраничное, да, короткое. Я там четыре места работы указал, и двустраничное, более длинное, которое адаптируется, да. Самый лучший инструмент для создания резюме, есть куча сервисов, там, типа резюме ИО, конве, куча шаблонов и так далее. Я тоже этим грешил в свое время долго. Я понял, что самый лучший инструмент это Microsoft Word и Google Doc для создания резюме, да. Есть, как бы, самый простой шрифт, самые простые отступы, да, там, как бы, структура. Я могу, ну, могу показать, могу, можем отдельно это рассказать, да. Достаточно, как бы, понятное, да, то есть всегда это вначале идут контакты, email, LinkedIn и телефон обязательно, да. Соответственно, наличие фото зависит от рынка, соответственно, образование, summary, скиллы, я объединяю и софты, и харды. Соответственно, опыт работы, либо только через достижение, либо обязанности плюс достижение, и учеба. Где вы учились, какая степень, какая специализация, да. Совершенно неважно, если, как я учился, там, в Московском эмоциональном институте по специальности инженер, а работаю в IT, вообще неважно, сама наличие, вот для Эмиратов, например, вообще неважно, что у меня не IT-шная специализация, хотя я, там, как IT-проджект, там, ну, там, я, ну, короче, в IT-компании работаю, да. Само наличие высшего образования и степени уже говорит о том, что у меня, там, квалифицированная виза, что я, соответственно, ну, там, как бы, не простой рабочий, да, могу занимать, там, менеджерские позиции. Поэтому это, как бы, очень важно, вот это высшее образование, реально, оно очень важно, хотя бы для этого, да. Собственно, и международные сертификаты. Все курсы, тренинги, которые вы проходили, никому не интересны. Ну, я вас уверяю, вы проходите это для себя и только для себя. Запомните, в резюме это, ну, опять же, там, либо какая-то супер-купер, там, не знаю, специфика, что вот вы, там, там, стали гуру, там, аудит, там, 2024, там, от Гарвард Университи. Ну, можно, да, но я, как бы, не рекомендую лучше эти строчки потратить на что-то другое. И, собственно, как раз вот дальше начинается самое интересное, да, то есть вы засетапились, да, у вас есть LinkedIn резюме, да, соответственно, либо два резюме, там, ну, собственно, да, в зависимости, опять же, как бы от рынка, ну, как минимум одно. И начинается самое интересное. И давай как раз вот самое интересное, мы на примере, чтобы это не сферический вакуум, да, мы поотвечаем как раз на вопросы, да, собственно, как раз, ну, давай я просто, мы просто некоторые вопросы пропустили, да, и сейчас как раз вот озвучим, да. Например, первый, да, как по географии поиска, где сейчас есть рыба, да, то есть самый частый вопрос, а где нанимают? Ну, не самый частый, но один из самых частых. Часто нанимают, да, какие компании, везде увольняют, мы все слышим, что всех сокращают и прочее, прочее, но найм идет всегда и везде. Всегда и везде нужны люди, да, в зависимости как раз от рынка. На самом деле нанимают, ну, нанимают везде, отличается только количество вакансий на рынке. Количество вакансий зависит от вашей специализации, да, ни для кого не секрет, если мы откроем каких-нибудь там фронт-энд-разработчиков, бэк-энд-разработчиков, фуз-стеков, дата-инженеров, дата-сиентистов, нанимают везде и всегда. Реально, любые страны, разные деньги совершенно, любые компании нанимают везде, да. Если мы идем на каких-то супер-топовых позициях, CPO, операционный директор, там, C-level, вот это где C стоит в начале, естественно, гораздо меньше, гораздо меньше, да, и поэтому, как бы, все зависит от, ну, опять же, если мы говорим про рынки, да, самый тоже частый вопрос, вот, Настя, ко мне тоже подсказывает, хочу там, я не знаю, найти работу в Испании, да, и так далее. А причем человек-разработчик, человек не просто там какой-то менеджер, да, там, в которых и так там вагоны маленькая терешка, да, крутой разработчик, сеньор, пять лет опыта и так далее, живет в Польше, хочет найти работу в Испании, там климат лучше, да, вот ему Испания нравится, да, и так далее. Вроде все окей, резюме, LinkedIn и так далее, все круто, все описано, откликается, его зовут на собеседование, но дальше первое собеседование не проходит. Ответ почему? Потому что у него нет разрешения на работу. Все очень просто. Ему задают вопрос, у вас есть work permit в Испании? Нет. Auf Wiedersehen или как там? Buenos noches. Все, да, собственно, до свидули. Все, реально очень просто, да. То же самое про Америку. Самый частый вопрос, я полгода работал в Skyeng, как раз ментором, вот я встречался с очень-очень большим количеством людей, которые живут в прекрасном городе Саратов, но хотят найти работу в Нью-Йорке, вот им в США, они никогда там не были, но хочется найти работу в Америке. Они не получат работу в Америке, по крайней мере, вот так сходу. Да, мы с Саней Наумовой, тоже нашей общей знакомой, говорили про Америку. Америка самый большой рынок труда, самое большое количество вакансий, да, реально просто мега рынок, да, но самый частый, опять же, вопрос, у вас есть грин-карта, виза талантов, H1B виза там, еще и так далее, там, и прочее-прочее, там большое количество виз нету там, или там, назовите номер, я не помню, там, ну, какой-то номер, да, если этого нету, до свидания, да, соответственно, либо работайте на, там, некие стартапы, либо работайте на, в компаниях а-ля, не знаю, ЕПАМ, да, ну, или там, которые имеют, давайте так, представительство во всех странах, да, в том числе в Америке, не обязательно это крупная, это может быть, там, средняя компания, да, но которая может вас релацировать через несколько лет работу в Америку, да, за свой счет, естественно, со всеми визами и так далее, ЕПАМ такое может сделать, ну, по крайней мере, мог, да, тоже, вот, как бы, это такой, такой вариант, да, поэтому, как бы, нанимают везде в зависимости от рынка, а, соответственно, Марина спрашивает нас тоже, хочется спросить, а как выстраивает нетворк, как зайти по рефералке в компании, если знакомы за рубежом не густо, ищу мошен-дизайнер, начинающий удаленно из Португалии, да, да, собственно, как раз, тоже очень частый вопрос, нахожусь там-то, в данном случае, вот, Марина, там, в Португалии живет, да, собственно, заходить через рефералов, я могу вам сказать, что, на самом деле, позиция заходить через рефералов, ну, некая стратегия поиска работы, это крутая стратегия, она не везде работает, да, но, собственно, как это делается, тут тоже был еще вопрос, типа, а как заходить, какие письма писать, да, такие сообщения, да, я могу вам подсказать, как я это делал в три шага. Первый шаг, вы, ну, очень многие добавляют рекрутеров, да, пишут рекрутерам, это важно делать, но, условно, да, я рекомендую вам, в первую очередь, определиться, кто такой реферал, как правило, реферал – это тот человек вашего, ну, тот человек, который уже работает в компании и который является человеком вашего уровня. Если вы дизайнер, добавляйте дизайнеров, если вы менеджер, добавляйте менеджеров, все очень просто. Вы добавляете человека, пишете максимально простое сообщение, дорогой Хуан, я хочу добавить в вас сеть контактов, раньше LinkedIn в далеком-далеком году, ты, когда отправляешь доступ, он всегда писал вот это базовое сообщение, хочу стать частью вашей профессиональной сети контактов, да, вот такое, ну, что-то типа такого, это, ну, может быть, банально, но смысл такой, да, хочу добавить в вас сеть контактов, буду рада там, или рад, если вы примете мой запрос, спасибо, там, с уважением, Марина, да. Это первый шаг, добавляйте, соответственно, ждете, пока человек вас добавит. Дальше я рекомендую, если человек что-то там постит или репостит, да, добавить 2-3 лайка под его последние посты. Когда у человека всегда появляются эти уведомления, соответственно, о вот этих всех там лайках и так далее, ну, то есть у меня прям уведомление в соответствующей плашке. И очень будет круто, если вы там 2-3 последних навыка, ну, скилла подтвердите в профиле. Подтвердили, залайкали, ждите, ничего не делайте. Спустя 2-3 дня, после того, как вы это сделали, да, человек о вас как-то там понимает, вы уже заходите с козырей, говорите, здравствуйте, Хуан, я вот вас, спасибо, что меня добавили, в вашей прекрасной компании открыта позиция motion designer или, неважно, там, product manager, да, а я как раз крутой, я как раз ищу работу, да, или крутой, или крутая, мой опыт соответствует позиции, вот мое резюме, буду очень рада или рад, если вы меня рекомендуете на эту вакансию. Почему это работает? Ну, понятно, это может не сработать, да, человек может вас максимально проигнорировать. Меня никогда никто не посылал, да, это очень важно понимать, максимально вы получите, скорее всего, игнор, да, соответственно, но почему это работает? Потому что вы облегчаете человеку жизнь, вы уже присылаете, а, ссылку на вакансию, и, б, присылаете резюме. Очень желательно адаптированное под вакансию, ну, хотя бы, чтобы была, хотя бы должность совпадала с тем, что написано, да, и просите рекомендовать, да, понятно, что человек может вас не рекомендовать, он скажет, а вы кто такой, я вас не знаю, зачем вы пришли, да, и так далее. Такое тоже может быть, извините, спасибо за ваше время, я пойду дальше. Все, максимально это, как бы, человек не хочет, и так далее. Но я могу вам сказать, что большинство людей, ну, большая часть, с которыми общался, люди готовы помогать. Люди готовы помогать, они готовы помогать это, ну, и в силу, там, некого реферального бонуса, да, и в силу, собственно, ну, неких таких, там, человеческих, да, каких-то вещей, там, не знаю, там, карму почистить, да, хотят, да, соответственно, и почему бы не рекомендовать. Мне постоянно пишут про рефералки, там, раньше я работал в ЕПАМ тоже, но я вижу, что человек соответствует, да, что это не просто, там, хрен с горы, с каким-то, там, профиль без фотки, без опыта, да, там, и так далее. Я понимаю, что человек хотя бы соответствует у позиций, я всегда рекомендую, да. Я могу делать это не сразу, не оперативно, но я рекомендую всегда, потому что меня рекомендовали, и я, как бы, возвращаю это такой некий, 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 некий долг, можно сказать, да, обществу, да. Вот, собственно, как раз, Марина, да, вы как раз вот спрашивали, да, что писать в сопроводительном письме в запросе рефералки, да. Я думаю, что как раз это и ответили. Дальше, вот, Настя, если ты знаешь, по своему опыту, да, вот Дарья тоже спрашивает, насколько отличается HR западный от HR российского, насколько реально плохо, ну, с точки зрения поиска, да, в кавычках плохо, что ты живешь в России, ищешь работу за рубежом из России, но многие рекомендуют уехать куда-то и оттуда уже искать. Но если нет такой возможности, каковы реальные шансы получить работу за рубежом? Вот что ты можешь? Ну, здесь просто, да, здесь же зависит, кто ищет, из какой страны, какие это HR. Просто действительно есть много русскоязычных компаний за рубежом, да, где сидят такие же русскоязычные HR, и они, как бы, используют инструменты HeadHunter для того, чтобы найти сотрудников, грубо говоря, из России, да, и релацировать к себе. Такой вариант вполне возможен. Вот, если это иностранные HR, да, и они по LinkedIn смотрят, и какая-то определенная страна, где нужно разрешение на работу, где нет вот этого процесса релокации, да, как самого факта, понятно, что там это может быть проблема, что вы проживаете в России, и у компании может не быть такого процесса, как релокация, в принципе, да, ресурсов на то, чтобы конкретно на вашу позицию вас перевозить. Вот, поэтому вопрос широкий. Я могу сказать, что, может быть, и так, и так зависит от стороны от компании, от HR. Ну, я имею в виду русскоязычность. Я могу сказать по опыту. Реально зависит сильно от компании. Если это компания с русскоязычным менеджментом, корнями, скажем так, да, то, скорее всего, будет достаточно просто. Почему из России не любят нанимать? Большие риски. Как вам платить? Да, соответственно, не будут же вам со Сбера на Сбер переводить? Ну, я условно говорю, да, как бы, ну, есть куча-куча нюансов, да. Соответственно, ну, в первую очередь, конечно, это, там, риски, связанные с таймом, если мы говорим не, там, про русскоязычные компании, да. Каковы у меня были случаи, правда, это было еще в прошлом году, где-то во второй половине осенью, да, когда рекрутеры просто отказывались вести диалог, узнав, что человек находится в России. Такое тоже бывало, да, собственно, как раз, ну, вот, в силу перечисленных выше моментов, да. Соответственно, опять же, я говорю, самый, ну, для многих это реальная проблема, да, и поэтому как раз, опять же, если вы готовы релацироваться, ну, да, то есть вы хотите найти удаленку или вы готовы релацироваться, да, есть страны, которым все равно, где вы находитесь, те же Эмираты. Эмираты, вообще весь регион, там, Ближнего Востока, им все равно, где вы находитесь. Это страна, где, страны, где, там, практически большинство населения, подавляющее большинство, это мигранты, да, собственно, как раз, где процесс релокации, да, налажен, как часы, да, и, соответственно, как бы, вне зависимости от того, где вы находитесь, ну, соответственно, эти страны готовы принимать. Есть Кипр, например, туда же, я тоже получал офер с релокацией в Кипр, у меня были Эмираты, Саудовская Аравия, Кипр, да, и Епам как раз тоже. Ну, я здесь, Ваня, уточню, что это в основном рынке, да, тоже, вот, если мы подумаем, где, как бы, ну, тот же самый Кипр, то есть понятно, что там среди местного населения нет, да, вот, квалифицированных сотрудников, там, тех же самых айтишников, в принципе, то есть, и там у компании нет другого варианта, как их релокцировать, то есть, где их еще искать, то есть, это какие-то сотрудники, которых уже кто-то релокцировал, да, они приехали на остров, либо те, которых можно релокцировать, вот, вариантов немало. Да, ну, то есть, смотрите, где максимальное количество экспатов, естественно, зависит от вашего опыта, а по моему опыту могу сказать, это страны СНГ, а не обязательно это с понижением зарплаты, если много компаний готовы релокцировать, да, крутых спецов, я знаю людей лично, которые получают зарплаты, сравнимы с зарплатами Эмиратов, находясь в Ташкенте, условном, да, работая в крутых IT-компаниях, да, ну, то есть, зарплата, как бы, несколько, ну, то есть, много тысяч долларов, в Ташкенте реально это просто, ну, это король, да, собственно, реально человек может все себе позволить. Да, есть такие люди, соответственно, это страны СНГ, это Кипр, это весь Ближний Восток, это Юго-Восточная Азия, да, а часть, да, это может быть Европа, скорее всего, это либо Восточная, либо Центральная Европа, ну, понятно, с преобладающим, как бы, это Сербия, да, естественно, по понятным тоже причинам, но тут много нюансов, да, опять же, где-то разрешение на работу, где-то зарплаты, где-то налоги, везде, везде, везде все это, как бы, и Депенс зависит от конкретной. Самат спрашивает, да, мой перерыв от последней позиции СПО составляет более шести месяцев, но за этот период я работал на себя. ИП – товарный бизнес с Китаем. Грубо говоря, я являюсь CEO собственной небольшой компании, но при поиске работы все эти шесть месяцев я не указываю, что я CEO и ИП. Верна ли эта тактика, или лучше все-таки указать данный опыт? Ищу работу по простой причине, что работая в нами, я зарабатывал стабильно больше, чем нежели работая на себя. Как ты что-то можешь рекомендовать? Полгода человек не работает, ведет свой бизнес, да? Стоит указывать или не стоит? Работа не прощает. Здесь зависит от того, где он ищет. То есть это, если это поиск на российском рынке, да, или через LinkedIn, потому что вот на российском рынке там просто есть такая специфика, потому что даже когда ты на HeadHunter, да, публикуешь свой опыт, то есть суперважно, чтобы у тебя последний опыт, он был релевантный к той позиции, на которой ты, соответственно, заявляешься. Это важно просто потому, что рекрутер, когда просматривает отклики, первое, что он видит, это твой последний опыт работы. И здесь важно, чтобы был синхрон, вот касаемо именно с этой темы. Поэтому зависит от того, где сама-то ищет работу, но в принципе, да, ну, во-первых, где ищет работу, во-вторых, если что-то, да, если что-то релевантное касаемо того, на какую позицию он сейчас хочет попасть с точки зрения навыков, функционала с тем, чем он занимался в своем собственном бизнесе. В принципе, если он сможет его таким образом, так сказать, преподнести, да, что это не просто какой-то левый опыт, а что там он чему-то научился важному, да, что может ему пригодиться и на будущем месте работы, эта сцена важна и круто. Вот, ну, важно это как бы правильно, как сказать, разместить в рамках резюме, да, чтобы это не было, ну, не выделялось как белое пятно. А ты что? Я рекомендую две вещи в таких случаях использовать. Первое, это либо не указывать вообще, ну, то есть, потому что это опыт непрофильный. Казахстан, РФ, Кипр, да. Да, ну, потому что, да, работая на себя, товарка и СПО – это разные вещи. Ну, да, это значит, что я шурмой торговал, а до этого в Большом театре танцевал, да, но у меня всю жизнь я хотел торговать шурмой, да. Сама, не без обид, да, ну, как бы это разные вещи, да. Ну, и вы этот, я думаю, тоже понимаете. То есть, это либо не указывать, да, а, собственно, вообще, ну, как бы, если спросят, почему такой перерыв, можно ответить две вещи. Первое, это либо то, что вы занимались, там, не знаю, самообразованием, лечением, ну, то есть, какими-то личными вещами, да, соответственно. Либо второй вариант, можно это обыграть таким образом, вы занимаетесь частным консультированием. Вы работаете на себя, да, и вы являетесь, по сути, там, продакт-менеджером в частных компаниях. Да, то есть, по сути, там, это может быть товарный бизнес, это может быть какое-то менторство, да. Ну, то есть, у вас несколько направлений, где вы работаете сами на себя, где-то как продакт, где-то как некий, там, сэс-эдвайзер, да, консультант, да. Ну, то есть, некий консалтинговый бизнес, собственно, да, связанный как раз в том числе с продуктовой разработкой, да, или, там, не знаю, запуском продуктов, да. Вот, я бы так бы это сделал. В LinkedIn легко обосновывается как self-employed, и пусть кто им докажет, что вы это не делали, да. Это невозможно доказать, да. Ну, реально, как бы, ну, никто не будет спросить, а дайте, там, телефоны ваших ментий и так далее, да. Поэтому, как бы, это, это, собственно, очень важно. Вот, я бы это сделал таким образом. Давайте еще пойдем. Вопросов реально много, слушай. Покажите структуру или свое резюме, любопытно. Давайте, сейчас. Да, 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 обязательно. Сейчас я покажу. Покажу резюме, с которым я искал работу до Будаби. Сейчас, секунду, дайте я пошарю. Вот, вот у меня тут Анталия, ready to relocate. Номер телефона нереальный, можете не звонить. Собственно, как раз, что здесь, вот тут парочка ошибок. Ну, ладно, это все, это грэмор ли справляется легко. А саму структуру, да, собственно, смотрите, как я говорил, да, имя, фамилия, крупное название позиции, на которые вы претендуете, некая доменная экспертиза, образование английский, ну, как бы, за исключением рынка США, это важно, да, ну, или там, в Великобритании, да, где по умолчанию идет. E-mail, телефон, LinkedIn, WhatsApp и Telegram не нужно. Зарубежные рекрутеры вам не будут писать WhatsApp, Telegram, если заранее такое-то, это не оговаривается, да. Локация, где вы находитесь, я пишу всегда реальную локацию, всегда, где я нахожусь, да, соответственно, ну, там, деловое фото. Краткое summary, я такой красавчик, там, количество лет опыта туда-сюда, весь миллион долларов, бюджеты и прочее. Навыки, опыт, да, соответственно, на Project Manager, ЕПАМ, ссылка на сайт компании, описание опыта, ВТБ, Сбер, ну, там, Сбертех, да, а ссылка на сайт компании, англоязычная версия, вот у Сбертеха нет англоязычных, я не указываю. Сертификаты образования, ну, тут даже пару строчек свободно. Все, вот. Вот эта структура и я вот эту, соответственно, вот эту историю, связанную с ЕПАМ, ну, обязанности, да, я как раз адаптировал под позиции. Все, я выгружаю либо там, ну, в PDF, да, если отправляю рекрутеру, либо рефералу, либо откликаясь, откликался в WarDom. Вот. Вот такая структура резюме просто как пример. Все очень просто, аккуратно, все понятно, позиции, там, достижения выделены. Можно не выделять, мне сказали, как бы это можно не делать, но я выделяю просто, чтобы взгляд, если человек будет смотреть, чтобы все это привлекало взгляд. Собственно, по структуре. Сейчас еще отвечаю по вопросу. Да, ищешь работу, если ищешь работу, пока работаешь, какие рекомендации, как управлять ожидания и знания об этом у текущего начальства? Никак. Никак. Никакими знаниями у вашего начальства это не их дело. Это их дело до тех пор, пока вас не, как вам сказать, прям вот, прям за шкирку, за эти, не возьмут, да, за, там, за руку, да, и скажут, а что это ты ищешь работу, а что это ты ходишь по собеседованиям и так далее. Вы скажите, а я оглушу своего самозванца. Не, ну, слушай, а хороший вопрос, на самом деле, как многие так и делают, знаешь, это просто, чтобы быть в тонусе, многие выходят на рынок и вообще, а что, сколько я стою? Ты знаешь, ты знаешь, Ваня, мне кажется, это какая-то русская тема, вот у нас почему-то все, да, в России запоганные тем, что они бедные, там, начнут, так сказать, работать во время работы. На другой компании ощущение, что у нас какое-то, ну, не то, что рабство, но вот этот страх, что ты как будто бы не имеешь права, да, вот, потому что на Западе по-другому. Там ведь действительно ходят на собеседование для того, чтобы поддерживать вот этот скилл, да, как-то быть в рынке, там, ориентироваться, это вообще считается нормальной историей. Но у нас, кстати, да, в России еще и у работодателей всякие вот эти фишки, связанные с тем, что они отслеживают сотрудников, которые ищут работу, выгружают в резюме на хантере, это вообще, ну, не бойтесь, это вообще, ну, то есть, здесь главное, это обосновать для самих себя, то есть, потому что, может быть, работодателю-то и вообще никто там даже не думает про это, просто самому себе разрешить, что все нормально, да, это не предательство, это неплохо, вот, вы ничего не нарушаете, да, это абсолютно ок. Ну что? Good. Так, ну что, еще несколько вопросов, давай, можно как раз делать вопросы все интересные, да, у тебя ссылка под рукой, Настя, сори, что я это как бы спрашиваю. Так, да, секунду. Наталья Пресецкая. Ну, сколько вопросов. Спасибо, понятно, какая это резюме удобно читать. Замешу самозванца. Да, ссылка у меня, Вань. Ну что, друзья, наверное, вы видели, что мы с Ваней запускаем группу, да, по поиску работы. Небольшую группу будет максимум, там, человек 10-12, да, мы с Ваней решили не делать что-то прям большое. Вот, в общем, это группа сопровождения в процессе поиска работы, где Ваня со своей стороны будет давать, да, Вань, ты здесь дополни со своей стороны, ну, то есть вот все эти харды, которые необходимы с точки зрения того, как написать резюме, как проходить собеседование, да, то есть как выстроить вообще весь этот, всю эту стратегию поиска работы с точки зрения конкретных действий. А я буду помогать в процессе, да, справляться с такими сложностями, там, касаясь уверенности себе, там, если вы не уверены, в какое направление пойти, там, какие сильные и слабые стороны, что стоит выделить, на что делать акцент и так далее. Вот, группа стартует у нас через примерно неделю, может быть, две недели. В апреле, да, 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 я думаю, через как раз пару недель. Да, да, и она для тех, кто готов сейчас как-то сильно продвинуться в своем процессе поиска работы, перейти к каким-то действиям, либо перейти к каким-то конкретным действиям уже после группы. То есть если вы чувствуете, что вы тормозите по какому-то моменту, что вам чего-то не хватает, не хватает опоры, поддержки, это будет очень ценно. Да, 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 да. Ваня, дополни. Собственно, да, как раз Настя в группе отвечает за все, что связано там с психологией, да, как раз и самозванец, и определение, ну, и все там сопутствующие истории, я отвечаю как раз за LinkedIn резюме, да, за отклики, за рефералки и, ну, все, что мы как раз проговаривали, да, Настя как раз вот скинула программу группы, можете перейти по ссылке, можете написать мне в LinkedIn, не знаю, в Telegram, ну, где угодно, да, где вы можете достучаться. Я на все сообщения отвечаю, опять же, может быть, не день в день, но в любом случае отвечаю всегда, да, поэтому у меня такой пунктик, и на письма я все отвечаю, и на сообщения. Запускаемся мы скоро, да, поэтому, пожалуйста, welcome, любые вопросы мне или Насте адресуйте, все, что мы как раз поговорили, мы это все будем разбирать. Да, поэтому very, very welcome, как говорится. Good. Давай еще на несколько вопросов, у нас еще несколько минут есть, да, собственно, как раз про начальство команду мы сказали уже, да, собственно, как раз, вот Алексей спрашивает, добрый вечер, как переломить тренд автоотказов, что влияет на получение приглашения на собеседование? Я могу вам сказать следующее, что я думаю, что это, наверное, любых рынков касается, да, это хаткантера касается, это касается и, собственно, как раз зарубежных позиций, да, где происходят отказы. Я могу вам сказать следующее, что если приходит автоотказ, особенно если приходит очень быстро, скорее всего, стоит какой-то фильтр, да. На хаткантере я слышал фильтр по возрасту, по количеству летопыта, да, там, ну, то есть, какие-то такие вещи не супер, да. Я могу вам сказать следующее, да, как переломить эти автоотказы, ищите те вакансии, где, ну, то есть, здесь два варианта, да. Если мы говорим про зарубежный рынок, да, то, естественно, это адаптация. Резюме под вакансию, как минимум название позиций, как минимум там какие-то базовые скиллы, обязанности и прочее-прочее. Если говорим это про хаткантер, то, ну, как бы, как сказать, смотреть, можно, конечно, написать там рекрутерам, достучаться в том же LinkedIn, спросить, почему приходит автоотказ, но я рекомендую это как раз, как вам сказать, не тратить на это время. То есть, условно, если вам приходит автоотказ по какой-то причине, но вы считаете, блин, вот вакансия мечты, я на 100% подхожу, так вот 100% вакансия с меня списана, да, и так далее. Либо пытайтесь зайти через сайт компании, либо через LinkedIn, если вы прямо уверены в том, что вы подходите, да, и спрашивайте, почему вам отказывают, либо адаптируйте резюме, да, соответственно, либо есть рынки, например, те же Эмираты, где отклики просто на вакансии общения, но они не работают. А вам приходит отказ просто потому, что чек уже найден, есть там шорт-лист кандидатов, да, ну, собственно, как бы, вы просто поздно откликнулись, да, ну, или там резюме просто, там, рекрутер не дошел до вашего резюме, потому что их там были тысячи или сотни, да, ну, короче, очень много. Поэтому, как бы, ну, акт отказа, да, обычно это какая-то фильтрация, да, собственно, как раз, как я уже сказал, я говорю, лучше сфокусироваться на другом, ну, кроме там тех случаев, когда это промочить хочется. Насколько сложно найти работу программистам за рубежом в русскоязычной компании, особенно если нет опыта работы, или лучше сразу сосредоточиться только на российском рынке? Лучше сразу сосредоточиться на российском рынке, если у вас нет опыта. Я сторонник того, что, ну, как бы, можно, конечно, все в этом мире сделать, да, но, условно, если вы начинающий разработчик, да, блин, у меня слово программист, вот, как бы, программисты никогда не называют себя, разработчики никогда не называют себя программистами, лучше разрабы, да, ну, девелоперы. Ну, извините, да, это просто мой пунктик. Если вы джун, ищите работу на локальном рынке, так будет проще. Банально будет проще по языку, по культуре, там, по каким-то там переездам и так далее, ну, то есть, как бы, в родных стенах там проще и прочее, прочее, да. Найти работу за рубежом джуна в русскоязычной компании можно, но это будет какая-то стажировка и прочее, да. Опять же, на рынке дофига джунов, поэтому ищите на локальном рынке, это просто банально проще будет, да. Соответственно, Ольга Эмират, так, Ольга спрашивает, Иван, я всегда считал, что Эмират требует без фото CV, как гугловский формат для Америки и так далее. Что, если фото им резюме шлешь, они его смотреть, что ли, не будут? Ольга, в Эмиратах все резюме, которые мне попадают, все резюме, которым я откликался, всегда с фото. Фото должно быть профессиональное. Все смотрят фото. Если вы отсылаете фото без резюме, ничего страшного, я думаю, что на вас тоже будут смотреть, но, как бы, можно себя, уверен, что у вас есть много красивых фото, поставьте фото, будет гораздо лучше. Более того, я могу вам сказать, есть резюме, и я тоже такое делал, когда не только фото, но и видео-визитка, ссылка на YouTube, ну, или там на какой-то другой, да, другой, этот, ну, где этот, как это, короче, видеоплеер, да, где вы на камеру, там, на полторы-две минуты говорите о себе. Некая самопрезентация, да, то есть не только фото, но еще и видео. Да, это прям вот, как бы, это в Эмиратах, я нигде такого не встречал, в Эмиратах такое есть. Поэтому фото нужно. В случае, если искать удаленную работу, то неважно, из какой страны, какое у тебя гражданство, откуда ты собираешься работать. Нет, неважно, в зависимости, опять же, в зависимости от позиции компании, куда вы откликаетесь. Если компания готова работать с вами в формате ИП, а, скорее всего, удаленная работа – это формат ИП, или B2B-контракт, так называемый, да, там реально все равно, какое гражданство, где вы живете и прочее. Главное, чтобы у вас была возможность принимать деньги, там, доллары, евро или, там, неважно, там, лиры какие-нибудь, да. Поэтому, как бы, здесь это менее принципиально. Ну, собственно. А так, а можно ли в тех случаях, когда внутри одной компании один человек отказался рекомендовать писать другому? Да, можно. Я, более того, писал нескольким людям одновременно. То есть вы параллельно пишете, там, 4-5 людям. Да, кто первый откликнулся, тот тому и спасибо, тому и респект. Ты, насколько отвечает HR западный, HR российского? Мы уже отвечали. В чем главная разница в подходе к поиску кандидатов и отбору? Кстати, Настя, ты знаешь разницу в подходе, к поиску кандидатов? В чем отличие? Ну, вот, например, на Кипре. Есть и сталкивалась? Есть и сталкивалась. Может быть, у коллег кто-то? Да, слушай, ну, на Кипре в основном русскоязычные HR, вот, на самом-то деле, вот. То есть там очень много среди HR тех же самых вот таких HR, которые релацировались, да, из тех же самих стран СНГ. Поэтому они, как бы, все равно свой культурный код, да, и свой формат к подходу, к отбору кандидатов, они перевозят вместе с собой. Вот, поэтому здесь я бы говорила, наверное, про... Не видела разницу на Кипре, если честно. Вот. То, что я замечала, да, вот, если мы говорим про Кипр, как будто бы проще отношения, вот, как будто бы менее замороченней сами HR и рекрутеры, касаемо отбора. Вот, я не знаю, вот, как-то так я это могу сформулировать. Не могу сейчас привести пример, да, в чем это проявляется, но такое впечатление у меня сложилось. Гуд. Я могу сказать, я вот тоже читал, ну, относительно недавно пост великолепной Киры Кузьменко, да, как раз когда она говорит о том, что есть рекрутеры, которые смотрят, например, ну, это опять же, да, это к вопросу там резюме, откликов и так далее. То есть они смотрят просто по ключевым словам. Для них agile, как бы, скрам, да, для них это разные вещи. Да, ну, понятно, там один фреймворк, другая там философия, да, но они просто смотрят на наличие ключевых слов в профиле. То есть это такой формальный подход, он в лоб, скажем так, да, то есть как бы он, ну, да, он достаточно формален, но люди смотрят вот на такие вещи. Да, собственно, как раз и люди действительно проще относятся к рабою, ну, к своим обязанностям, да, к подбору. И вот, ну, по опыту общения с зарубежными рекрутерами, именно с зарубежными, полноценными, не там, выходцами там из России, да, ну, то есть могу сказать, что каких-то прям отличий я прям не заметил. Вопросы одни и те же, собственно, в результат, ну, то есть как-то ведут интервью так же, да, ну, в целом, похожие, да, как бы. Понятно, они могут тебя спрашивать про зарплату, про там, сколько ты сейчас получаешь, да, хотя и наши тоже спрашивают, поэтому все достаточно просто. Сергей спрашивает, как лучше дотянуть уровень английского до нужного для работы? Могу общаться на английском с друзьями, для работы не хватает. Берите репетитора и все. Обучающие курсы смотреть, ерунда все это. Простите, это ерунда, берите репетитора, занимайтесь индивидуально, все. Какие-то курсы там, фильмы с субтитрами, это все вот, не знаю, ну, как бы, мы же там не дети, которые это, реально, работа с тет-а-тет, неважно, это там какие-то программы или еще что-то, это лучший способ индивидуальных занятий, соответственно, вот, я другого лучшего способа не нашел. Да, хотите по харду, берите носители языка, да, чтобы на русский не скатываться, да, там, типа, ой, я забыл слово, подскажите мне и так далее. У меня был преподаватель английского языка, я работал в Сбертехе, это, правда, были групповые, вот мы там перед, там, 8 утра начинали, в 9, там, 30 заканчивали, шли на работу. Вот человек был очень крутой преподаватель, мы все время, знаешь, вот это, типа, ребята, подскажите, как это слово на английском, когда ты у группы спрашиваешь, да, он все время кричал на нас, говорит, ни слова на русском, если вы не знаете, как это сказать на английском, говорите ассоциации, я подскажу вам. То есть, описывайте это слово другими, ну, каким-то, через ассоциации, да, как вы это понимаете, да, Я подскажу слово, вы будете знать. Мне кажется, очень крутой подход. Ну, то есть, когда у тебя мышление, когда ты начинаешь думать на английском. Вот. Очень сильно отличаются американские рекрутеры. Вот Ольга говорит. Ну, может быть, я в Америку не откликался. Так. Не знаю, в тему ли вопрос, доступна ли Европа в плане треустройства. Интересно, Германия. Да, доступна. В Германии есть виза талантов. Есть несколько виз там, по-моему. Ну, там сейчас все проще и проще. Условно, опять же, все зависит от компании. Если компания готова релацировать туда, таких компаний немного. Соответственно, это либо разрешение на работу, либо наличие визы. Да, собственно, и так практически вся Европа сейчас. То, что я слышу, то, что как бы я наблюдаю. Ну, ну что, все вопросы, по крайней мере, посмотрел в чате, мы на все вопросы ответили. Гуд. Ну что? Ну что, закончим, да, на сегодня. Да, я предлагаю заканчивать, да, собственно, как раз про программу мы сказали, да, нашу совместную с Настей, ссылка есть в описании. Да, я добавлю как раз и на YouTube, да, эту ссылку. Запись будет сегодня, собственно, как раз в канале, обязательно выложу. Да, спасибо вам, было очень классно. Ольга, спасибо, что пришли. Да, спасибо за интересные вопросы. Вообще, в понедельник вечером, отлично. Да, вот круто. Слушай, ну, в пике было... Скажите к нам? Да, в пике было где-то 35 человек, там 34-35 я посмотрел. Да, слушай, нормально. Это понедельник, отлично. Это понедельник, да. Да, если будут вопросы, друзья, приходите к нам, вот, всегда рады на эфиры тоже. Да? Круто, круто. Спасибо, что пришли, да, и всем удачи, очень полезный эфир, спасибо вам большое. Пока-пока. Пока-пока, ребята, счастливо.